вот он знаменитый как тебя зовут забыл трусы до чего пошли скучные вот раньше было да нет ну я помню что помнишь мем был про тебя то что смешно вот я говорю что вот он знаменитый короче и трусы что трусы а что с трусами случилось ну не знаю ты там где-то их оставил короче кто-то смешно в том что кто-то украл туда сейчас новым мем а сейчас новым мем короче туалетов нету подозревали давай с трусами разберемся это мне кажется интересная тема почему нет думаю что я должен как-то застесняться почему подожди ты что-то слышал про трусы до у типа луганск а что ты слышал про трусы а что ты слышал про это почему-то вообще спокойный как танк у меня нервы железные что ты слышал про трусы тут в этом смешного что меня слышал что луганский где-то что в этом смешно в чем прикол шутка юмора в чем не знаю почему тебя это как-то заинтересовало разве я увидел тебя у меня такая вот ассоциация смотри какая интересная штука с трусами какая вещь произошла интересная очень смешно как как тут ничего смешного я причем есть оправдывая ни в чем не виноват у меня на даче мародеры украли все вывезли буквально включая нижнее белье включая трусы да что в этом смешного и почему я должен стыдиться этой истории когда видишь тебя ассоциация такая трусы не знаю почему но согласитесь это очень тупо чувак но согласись что не очень тупо как это очень тупо с твоей стороны не с моей с моей татаре что видишь тебя это тупо на самом деле я же говорю это очень тупо это тупое очень тупое поведение у тебя ассоциация ассоциация должна быть простая смотри вспомнил про мародеров которые воруют включая даже нижнее белье у украинцев это значит твои мародеры русские ты должен сразу эту ассоциацию в голове своей репарации репарации нужно будет потом платить за это репарации туалеты они воруют микроволновки они воруют ну слушай я рассказывал об этом много лет сегодня с этим столкнулась вся украина которая была та часть украины я имею ввиду которая была оккупирована просто это очень большая территория которая была оккупирована и часть киевской области там и сумской области и херсонской области понимаешь часть никого то есть многие люди теперь столкнулись с тем что слушайте да это правда не один я у меня украли все что интересно давай еще раз эти расскажу зачем-то взяли поломали зубные щетки напополам зубные щетки я не знаю сам я не я тебе все горит по факту свои украли все все просто вынесли но понятное мы вполне логично вполне логично с любой точки зрения вынести бензопилу у меня была бензопила на даче новая вообще новая веришь чувак подарили на день рождения отцу но ни разу не использовали ни разу вот она лежала просто и отвезли на дачу типа будут ни разу еще не использовали вот ее украли но это логично они обор они оборудуют свои какие-то позиции да там режут лес ну логично понимает понятно да то есть но зачем поломали зубные щетки напополам и зачем-то спиннинги новые кстати не понимаю а зачем а украина я не знаю и украли включая детские игрушки почему у тебя нет ассоциации про то что какие-то украли детские игрушки зачем люди не те люди которые вообще там но мыслить могут хотя бы минимально не знаю томаса пинс ваши русские оккупанты я не знаю о чем они думают зачем детские игрушки украли хорошо смотри даже пришло предположим даже предположим что они украли нижнее белье нижнее белье всех всех членов семьи причем всех ничего не осталось ну да мое включая детское ну ничего они грузили все в мешки и вывозили ну хорошо они голодом этом окей смотри какая штука а детские игрушки зачем вот у меня вопрос зачем так это ваши сделали откуда я знаю я какие у меня должны быть предположения это ваше сделано зачем зачем твои трусы кому-то ты видел ты видел ваших русских солдат ты видел ваших русских солдат тем более еще это был четырнадцатый год ты вообще видел их но в живую сталкивался с ними что вот вот русский солдат водитель на вокзале видел милостыню которые просят где-то их видят на вокзале видел ну и как они выглядели глаза глаза утрек его типа я иду убивать разве у тебя не возникло такое впечатление что его надо срочно накормить как-то и за он голодный и страшный нет я видел ваших русских солдат жуть а я видел тоже где-то видел в луганске видел где в луганске в 14 году их видел конечно те которые украли к естественно конечно вам жня просто бомжня просто реально бомжа ой слушай у нас интересно у нас сегодня это сегодня они получают по 200 тысяч сегодня в четырнадцатом году интересная была история по набирали на блокпосты набирали вообще всех ну приехали короче мы тут за русский мир а все да даже даже на донбассе как вы видите там до донбасс русскоязычные все короче никто этот русский мир на холкому всрался этот русский мир типа приходите к нам в ополчение кто пошел в ополчение алкашня наркоманы и у нас водители ну ездили короче они блокпостов поставили уже вокруг луганска едет водила говорит реально страшно и страшно и страшно ездить я к вам больше не поеду едет через блокпост прикинь на блокпост ну типа блокпост надо остановиться но ты там вооруженные люди ты не можешь не остановиться выходят двое 1 1 у такого говорит ну просто вот он ну я тоже я как-то отношусь к людям с низкого роста но он очень-очень маленький плохо в детстве кормили очень маленький вот такой вот он прям и у него автомат он говорит я не шучу он его держит за это-то за ну за ремень а он у него по земле волочится а второй просто лежит я думал говорит ну или их постреляли или чё а он лежит пьяный но обдолбанный типа и вот он этот с автоматом идет типа проверять машину этот обдолбанный встает поднимается и на машину тебе мне страшно потому что они сейчас меня убьют буквально не понимая даже что произошло и это я не знаю что им говорить потому что один просто но он ну как ему нельзя давать в руки оружие потому что он ну как как это сказать ну короче но не годен для воинской сне годин да а второй обдолбанный просто в сопли вот они в два этих ополченца они за русский мир воюют понимаешь и вот как людям было жить тогда как ты думаешь они могли они могли указать угодно люди страдают из-за этого вот прежде причем люди страдают из-за них должны люди ждать из-за того что там какой-то там ты увидел там где-то на блокпосту там а люди и как людям жить скажи как мимо этого блокпоста ездить люди жили по-другому до 14 как они жили по-другому хорошо у нас было возле у нас возле возле этого скажи мне на въезде в луганск со стороны макарова оттуда с той стороны на мосту а там стояли два блокпоста они короче ночью бухали и друг друга постреляли вот это интересно если бы типа ночью классно одни другим там что-то забухло перепутали постреляли да это хорошо вот это было неплохо это была хорошая интересно Да, если бы они только друг к другу стреляли, так они же мародёрили. Понимаешь, какая проблема? Русский мир равно мародёрство. Почему? Ну, потому что нищета. Почему? Ну, нищие, потому что. Ну, нищие. В России. Ну, ты, подожди, ты сравнишь... Ты живёшь где? В каком городе? Ну, какая разница? Огромная разница. Есть Москва, в которой люди тоже считают, что это Россия. А есть какой-то, я не знаю, там, Тобольск. Блин, конечно. Смотри, я живу в Москве, но я бываю очень часто в Ульяновске. А, ты живёшь в Москве. Хорошо. Ну, очень часто бываю в Ульяновске. Хорошо, давай посмотрим. Я там не видел. Не там, не там, я ничто не видел. Давай откроем с тобой. Давай откроем с тобой. Ульяновск. Бараки. Давай. Ну, ты можешь загуглить? Ульяновск, Бараки. На, посмотри, вот, как ваши находятся Бараки. На улице Локомотивной. Вот. Ну, улица Локомотивная, знаешь, где в Ульяновске? Скажите, я буду показывать, как выглядят Бараки на улице Локомотивной. На улице Радищева. На улице Радищева. Ну, так это Бараки. Понимаешь, что такое Бараки? Бараки, где нет отопления, где нет канализации. Ну, ты видел Бараки, как выглядят в Ульяновске? Загугли, посмотри. Это нищета. Ну, зачем Бараки... Потому что человек, который приезжает из Ульяновска, который жил в Бараках, и видит, как украинцы живут, понятное дело, он украдет все. Ну, в Ульяновске бывает чаще, чем ты. Ну, вот Бараки на Локомотивной улице, посмотри. Проблемы свои, определенные. А, это называется, в Ульяновске есть свои определенные проблемы. Вот эти определенные проблемы и определяют поведение ваших солдат. Нищета. Нищебродство, нищета. Нищета, ты, господи, в чем нищета? Нищета в чем? Во всем. Например. Например, если человек живет в Бараках. Давай, сравним украинца и русского. Найди мне. Давай, хорошо, давай, хорошо. Давай, смотри. Я открываю Ульяновск, пишу Ульяновск к Бараке сразу же, на тебе. Найди мне в городе, в каком-нибудь Украине, Бараке. Бараке, не знаю, там Львова. Давай, давай. Да, да, да. И там то же самое. Давай, найди мне Бараке во Львове, найди. У меня нет таких возможностей. Ну, давай я, у меня возможности есть. Смотри, давай, давай, я пишу. Львов. У меня телефон только, у меня телефон в руках. Бараке. Ну, где? Да. Где Бараке во Львове, если нету Бараков во Львове? Яновский концлагерь, пишут. Концленстролог, концентрационный лагерь. Лагерь смерти, организованный нацистами в сентябре 41-го года. Сразу. Площадь Данила Галевского. Не знаю, там Житомир. Житомир. Чувак, в Украине нет Бараков. Их нет. Они когда-то... Бараков нету. Они когда-то были... И нету Бараков. Ты смеешься, ты шутишь, что ли? Окей, что такое Бараке без тебя? Где мы находимся? Место, возможно, кому-то покажется знакомым. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у нас упал потолок. У нас здесь была душевая. Мы здесь мылись. Вот нас после брюк 10 лет прошло. Как видите, вот нам никто ничего не сделал. Вот это все, что сделала управляющая компания. Все лето мы обращались к ней. А со стеной там что? Ну, пожар горело. Горело. Было сгорание, проводки. Бараки. Временное жилище. Куда расселяли людей, у которых вообще не было никакого жилья. Они были созданы, построены наспех. Там был вообще насыпной метод постройки в том числе. Знаешь, что такое насыпной метод постройки? Я недавно узнал, в прошлом году. Вообще не знал, что такое существует. Честно не знаю. Ставили, смотри, брали из досок стену, собирали из досок с одной стороны и с другой стороны. Вот такую вот брали. А внутрь, между двумя этими стенами из досок, не песок, грунт. Тут то, что было вот земля, просто земля, грунт. Вот то, что вот они где строят. Никакого не было, никакого фундамента. Ничего, просто вот ставили вот так вот насыпной метод. И в Ульянске есть такое? Ну вот люди живут до сих пор. Я тебе только что показывал. Это доски. И смотри, какая штука. Подожди, мне просто звонили там сверху. Тебе звонили. Ну, извини, я может не увидел. С самого вверху тебе звонили? А, покажи мне, да. И вот в бараках... Где в Ульянске, на какой улице это... В бараках нету. Давай вернемся тебе. Бараки. Улица локомотивная. Улица локомотивная. Улица локомотивная. Нет, покажи мне. Где в бараках там люди живут? Я просто не знаю, там... Вот тебе барак, смотри. Видишь барак, как выглядит? Он деревянный, видишь? Вот деревянный, из дерева сделанное дерево. Да, да, да. Это из дерева... Где в Ульянске так люди живут? Чувак, улица называется локомотивная. Скорее всего, что эти бараки построены для железнодорожников, как временное жилье. И вот люди живут в этих деревянных домиках. Они деревянные не потому, что они из срубов сделаны. Я знаю всех. Я знаю людей, которые живут плохо. Вот я знаю людей, которые живут в домах, которые построены там. Знаешь, деревянные вот эти. Ну, типа деревянные. Что такое деревянные дома? Расскажи мне, что такое деревянные дома? Ну, ты вообще на самом деле... Гугли, смотри. Локомотивная, дом номер 82, 84, 86, 88. Улица локомотивная. Вот тебе фоточки. На, смотри. Смотри, видишь, как дома выглядят? Вот это дома. Из говна и веток. Да нет. Это надо говорить, не ругайся. На улице локомотивная, 86. Не, не ругайся. Я просто понимаю... Ну, это глупость. Полная. Я с тобой, кстати, согласен, что это глупость полная. Ну, я согласен. Это глупость. Жить в бараках плохо. Ну, я согласен с тобой, что ты говоришь, глупость полная. В бараках нет водоснабжения. Ну, нету там в Яске такого. Где у Ульяновске нету воды? На локомотивной 86. Нету. Представляешь, канализации нет. Представляешь? Ну, вот люди живут, а канализации нет. Там прожил, и ты мне говоришь, нету там... Я вижу, что ты все десна там прожил. Оно накладывает отпечаток. Город Ульяновск накладывает отпечаток свой на внешность и на поведение человека. Вот ты мне сейчас говоришь, знаешь, про Ульяновск, того, что, ну, образно говоря, то есть... На интеллектуальное развитие. И ты мне говоришь того, что нету этого. Хорошо, хорошо. В 90-е годы, я бы тебе сказал бы, Луганский. Не ругайся. Почему Ульяновск называется Ульяновском? Ну, потому что Ильич Ленин. Что Ильич Ленин? Что родилка там. Так он Ленин или Улья... Ульяновск в смысле? Ульяновск у него фамилия. А Ленин? Ульянов. Так Ленин. А Ленин, это его псевдоним. Он книги писал? Ленин, псевдоним, да, его. Что хорошего сделал Ленин для города Ульяновск? Кроме того, что он там... Переименовал его из Симбирска в Ульяновск. Все, что он сделал. Он его переименовал? Да. Ну, не он, а вообще. То есть город переименовали из Симбирска в Ульяновск. Все, что сделали хорошее. Все. И все? И больше ничего хорошего? Бараки, может быть, еще построил? А город дальше развивается. Как развивался, как развивается. Как развивался при Ульянове, так и развиваются. Ну извини, там есть гостиница Венец. Не ругайся. Не ругайся. Ты туда попался бы? Ну ты туда бы попал. Не ругайся. Куда я должен попасть? В Ульяновск. А куда надо попасть в Ульяновск? На улице Локомотивную? В гостиницу Венец и там дальше. Гостиница как называется? Венец. Венец, Ульяновск, Венец. Творец Венец. Гостиница Венец. А что в этой гостинице такое? Вот эта гостиница. Она такая большая. Она многоэтажная, квадратная, прямоугольная такая. А в чем прикол архитектуры? А там Волга, а там другой берег. Там красиво на самом деле. В чем прикол архитектуры? Ну вот построили вот такое здание. Я же не знаю, но это архитектор решают. Ты был где-нибудь в мире? Где ты был? Ну в каких странах ты бывал? Ну конечно я был, но где? Ну господи, я был, не знаю, там в Эмиратах я был. Где еще ты был, кроме Эмиратов? В Эмиратах я был, в Германии я был, в Швейне. Где тебе понравилось? Вот где красиво? Ой, мне в Эмиратах очень понравилось. Эмираты новая страна, она вот сейчас только строится. Вот та страна, которая давно была построена. Ну понятно, когда Ульяновск уже был, там в Эмиратах еще ничего не было. Нам тут сложно сравнивать. Ну причем здесь Ульяновск. Ульяновск классный город. Хороший. Хороший город. Да. Почему ты уехал из Ульяновска в Москву? Да я не уехал из Ульяновска, вообще с Минска. А ты вообще белорус? Да. Понятно. А что в Ульяновске делаешь? А Ульяновске мои родственники. Советский Союз. Советский Союз. Да, там танковое училище. Какое? Батю. Отправили, короче, в свое время в Ульяновск. А, танковое училище. Что ты знаешь про танки? Ты в танки играешь вообще? Да нет. А что в про танки знаешь? Я выгранирую. В танки? Что ты про танки знаешь? Да вообще ничего не знаю. Я понял. Ты вообще не знаю. Слушай, это хорошо. Простой к тебе вопрос. Как ты думаешь, с чем война закончится? Какие твои прогнозы? Ой, я думаю, что Россию, ну, то есть, там, без шансов для Украины. Ну, это мое мнение. Что? Без шансов для Украины. Это мое мнение. Ну, почему? Ну, потому что там нету, там, у вас нет ни ресурсов, ничего нету. Ничего вы здесь можете сделать. Ни бараков, ничего нету. Ну, причем здесь бараки. Мне кажется, это крайне важный вопрос. Ты так, смотри, ты так к этому снисходительно относишься, типа, какая разница? Ну, трусы украли, ну, украли игрушки, ну, бараки, ну, какая разница? А это цель. Это цель войны, понимаешь? Цель войны. Поехать нажиться. Поехать туда, повоевать в Украину. Я таких людей знаю в России. То есть я сам белорус, да? То есть я родился в Минске, я там вырос, короче, туда-сюда, там, где-то. Я знаю у тебя всех русских. Да, трусы? Да хуй мне возьмут эти трусы. Ты знаешь белорусский язык, знаешь, мова, знаешь? Вот, конечно. Белорусска. Да, белорусскую мову я, ну, разумолюю. Вельми добро. Вельми добро? Получал. Добро. Ты грамадины какой державы? Грамадины Белоруссии? В Белоруссии. В Белоруссии? Ты вважаешь, а мы братские народы? Ну, типа, россияны, украинцы, белорусы? Да, так. Это братские народы. Почему ты так вважаешь? Потому что я люблю что русского, что белоруса, что украинца. Как ты думаешь, что это взаимно? Это мое мнение. Мое мнение, что мы братские народы. Как ты думаешь, любовь эта взаимна? Ну, не знаю, нет, конечно. Кто-то любит, кто-то нет. Как ты думаешь, отношения между украиной и русскими? Между украинцами и русскими? Хорошие? Наверное, скорее всего, знаешь, что есть люди, которые любят, а есть люди, которые ненавидят. И больше тех, кто ненавидит. Хорошо. Ты считаешь, что у Украины нет шансов? Почему? Ну, потому что нет шансов вылезти. А, ароматировано. Именно это важно. Как у Портофов? Это моя позиция. У тебя ко мне какие-то вопросы есть? Я понял. Нет, я тебя знаю уже с 14-го, с 13-го года. С 10-го. Угу. 100. Да. Очень печальное зрелище. Очень печальное зрелище. Представляет собой очень печальное. Ульяновск накладывает, конечно, свои отпечатки. Накладывает. А вы еще говорите, памятники Ленину сносить не надо. Мама дорогая. Все на Ленине как раз и завязано, мне кажется. В этом вся причина. Здравствуйте. У вас нормальная камера. Вы точно из России? А что, не видно что ли? Не, не видно. А что там? А у вас камера нормальная? Что-то у вас мутно. Какой-то. Нормальный. Белый свет. У меня все в порядке. Да нет. Все ок. Кто сказал такое? Я говорю такое. Это кто? А, вы говорите. Да. Ну, отлично. Новости читаю. А чем беседуете? Новости читаю. Я обсуждаю с русскими новости. Ага. Молодцы. Что там пишут? А я в основном старые обсуждаю новости. Сегодня. Мне вот интересно найти человека, чтобы мне объяснил, пояснил старые новости. Кстати, что интересно, ведь гораздо проще объяснять не то, что происходит сегодня, а то, что происходило раньше. Правда же? Так всегда все умны про... Конечно, конечно. Несколько лет назад. Правда же? А что лет? Можно десятилетие. Десятилетие. Вот у меня есть новость от 2011 года. Ага. 27 июня 2011 года. ТАСС. Это ваше информационное агентство. Хотя оно как-то называется телеграфное агентство Советского Союза. Ну, тем не менее. Телевизион. Телевизионное агентство. Телевизионное образованное, я тебя поправлю. Да ладно. Какое же телевизионное, если телеграфное? Какое телеграфное? Причем есть телевизионное. У них нет телевидения. У этого ТАСС. Как переводится? Давай загуглим, кстати, вместе. Ну, это же интересно. Давай. Давай, смотри. Конечно. Мне тоже интересно. Если вдруг я не поправлю, я извинюсь. ТАСС. Информационное агентство ТАСС. Сейчас, смотри. Организационно-правовая форма ФГУП, это значит, что оно государственное. Раньше аббревиатура происходила от названия телеграфное агентство Советского Союза. Это когда не было телевизионного, тогда ходила телеграф. 1904 год. Когда телевизитора не было, тогда был телеграф. Ну, так его создали в 1904 году. Ну, какое же телевидение, если телеграф? ТАСС. Ну, телевизионное агентство Службы Новостей. А, телевизионное агентство Службы Новостей. Ну, хорошо, пусть будет так. Хотя на самом деле нет. Смотри. Новость от 27 июня 2011 года. Ливия, 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 государство такое, Ливия, не признает ордер международного уголовного суда на арест Муаммара Каддафи. Об этом заявили представители властей. Говорят, мы, говорит, не признаем. Ливий. Российских или американских? Чьих властей? Ливийских, Ливия, Ливия. А, Ливийских? Да. Ага. А сейчас открыл новости сегодняшние, читаю новости. Россия считает ничтожным решением международного уголовного суда о выдаче ордера на арест уже Путина. Интересно, правда? Там 2011 год, здесь 2022, а события одинаковые. И там выдали ордер на арест, да, и тут выдали ордер на арест. Как найти 10 отличий между ними? Ну, смотрите, я вам подскажу, если вы не знаете. Давайте. То правил в Ливии в те годы? Кто? Ну, я у тебя... Ну, а Муаммар Каддафи правил. Муаммар Каддафи. Как его свергли? Народ его сверг и казнил. Народ. А, даже видео есть. Есть видео, я согласен, есть. Прямо ужасно, кстати. Никому не рекомендую посмотреть вообще. Никому не рекомендую посмотреть вообще. Ужасно, если честно. Нет, ну это кто хочет... Там прям капец. Вся страна видела. Вот так. Ага. Ну, были одни власти, теперь другие. Про-американские, да? В Ливии? Американские власти. В Ливии? Да. Да, в Ливии. Я не знаю, какая разница. Я просто к тому, что сначала объявили его преступником и выдали ордер на арест. Кто объявил? Кто объявил? Тот же самый международный уголовный суд. Гага. Все правильно. Ага. Во, Гага. Угу. Во. Она влияние имеет на Ливию? Она имеет влияние на политику всего мира. Вот в чем штука. Она влияет политику, кто в этот суд подписывался. А, это да. Его же не арестовали в итоге. Я к тому, что вряд ли Муаммара Каддафи прям... Да, его же не... Абминилики американцев. Его убили. Его суд так и не дождался. Его не арестовали. Но судьба его незавидная. Правильно? Вот. Абсолютно. Абсолютно. Да, абсолютно. Во, видите? Ну? Во как. И как это может быть суд? Это ж не суд. Это получается... Как назвать? Анархия. Линча суд. Линча. Линчевали его. Суд Линча. Да. Ужас. Анархия. Нет, анархия это другое совсем. Анархия это сложно. Это да. Это Махно, Кропоткин. Там сложно разбираться. Но это совсем вовсе не беззаконие. Это совсем другая форма просто государства. Вот то же самое там у них и случилось. Ага. Да. Ага. Как-то взаимосвязано, как ты думаешь, судьба Муаммара Каддафи с тем, что в отношении него выдали ордер на арест. И, возможно, судьба Путина дальнейшая с тем, что тоже выдали ордер, тот же Международный уголовный суд на арест. Они так же реагируют одинаково. Я хочу сказать, может быть, найдутся такие придурки, которые с бомбой побегут на Путина. Может быть. Мы это не исключаем. Может быть. Вопросы. Как бы им помочь? Чем бы им помочь? Ну, можешь им денег переслать. Куда? Купить бомбу им. Так же, как на Крымском мосту. Бомбу? Нет, нет. Я не покупаю. А что? Но я мог бы им... Хочешь лайк поставить? Я мог бы каким-то образом им организационно помочь. Организовать бы их как-то. А как ты их организуешь? А смотри, какая штука. Просто как только Муаммара Каддафи поставили вне закона, то его верхушка, его сподвижники, они тут же его сдали, предали все. Такая же история... Да. Так же, как и в Киеве было. Такая же история, возможно, и с Путиным произойдет. Как ты думаешь? Конечно. Так же, как и в Киеве было. С Порошенко то же самое. Так же. Причем здесь Порошенко? А при чем тут Муаммар Каддафи и Путин? Причем? Так, смотри. И в отношении... Или за конституционную строй? Или за что? За суд. Международный уголовный суд. Так это... Какой международный? Это не международный. Это у них международный. Это они считают себя международным. Ага. Они считают себя международным. А на самом деле он же международный. А какой? У них вот... Они себя... Маленькая... Маленькие, блядь, клоуны. Они считают себя международной властью. Так они-то не власть. А кто власть? В каждом государстве своя власть. А-а-а. Конституция. Понял. Конституция. Молодец. То есть, в принципе, как не признавала Ливия этот ордер на арест Каддафи, так и Россия сегодня не признает ордер на арест Путина. И, в принципе, последствия будут те же самые. Правда, если мы даже не относимся к этому суду. Зачем нам признавать это? Понял. Молодец. Какие-то последствия будут или не будет? Ты думаешь, что как бы все нормально? Все хорошо? Нет, посмеяли. Весь мир посмеялся и все. А, Муаммар Каддафи, особенно, ему не смешно чего-то? Ему уже давно не смешно. Ага. Даже как Саддам Хусейн. Ты помнишь, когда про Бирхо? Хорошая аналогия с Саддамом Хусейном. Как только Хусейна объявили вне закона, то у него тоже судьба не очень завидная, да, оказалось потом впоследствии? Вот, да. И Путина сейчас объявили вне закона. Причем здесь Порошенко? Разве его объявили вне закона? А ты помнишь, что было с 13-м президентом Америки? Ты помнишь? Что было с 13-м президентом Америки? Когда пристрелили его. Не помнишь? За что? Кто? За что? За войну во Вьетнаме. А-а-а. А-а-а. Какое имеет это отношение? Ну, то же самое. Так же, как Казахина или Кубига. Я тебя понял. Конечно. Понял. У тебя сложные такие аналогии вообще. Хотя это очень сложно для понимания. Как ты думаешь... Сложно для понимания? Ну... Как ты видишь вот судьбу России лет через пять, например? Ну, вот буквально, кроме ерничества и вот сарказма. Буквально. Как ты видишь судьбу России? Я понял. Лет через пять. С Европой все, можно сказать, такой визуальный. Я не буду говорить там бетонный забор. Визуальный забор. Работаем с Востоком. И все. В каком смысле работаем? Ты имеешь в виду торговля? Торговля. Да и даже работа. Поедут... Они ездили наши, и ученые, и там профессиональные. Даже, пускай я скажу, сварщики ездят. Поедут в Индию обучать их там, еще что-то. Ага. Ага. А что вы будете у Индии покупать при этом? Например, таблетки, барбитура. Может быть, ценные породы дерева, например. Вы будете покупать их, барбитуру, таблетки. А остальное все где вы будете покупать? Какое остальное? Ну, смотри, хорошо. Вот мы сейчас с тобой общаемся. Мы производим сами. Смотри. Мы с тобой сейчас... Мы с тобой сейчас общаемся... Вот есть интернет, да? У тебя есть телефон или комп. Ты сейчас со мной при помощи компании телефон общаешься? Я в телефоне сижу, второго гаджета нет. В телефоне, да. Вот смотри. Вот ты со мной общаешься при помощи телефона. Телефон, он же американская технология. Кто тебе такое сказал? Как бы... У тебя же там Android на телефоне. Ну, вы... У тебя Android? Не iPhone? Android. 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 Ну, так Android, это же американская операционная система. Ну, пускай будет даже американская. Так, если вы не будете с Америкой дружить, как же вы будете... Ну, Казахстан-то дружит с Америкой. Казахстан-то дружит с Америкой. Ты думаешь, что Казахстан будет покупать для вас товары и в Америке? И вам поставлять? А все такие вокруг кругом дураки и не видят этого. Android, подожди. Android, я тебя перебью, дружище. Android, стекла делают, еще какие-то даже пластмассы. Где они будут брать это? Пластмассы где будут брать? Да. Комплектующие Android. Даже вот хрусталь на Android и экран. Ты не знаешь, из чего делается? Это все русские технологии. Пластмасса из России. Не пластмасса составляет. Составляющая из России. Какой-то процент, да, без этого процента не сделается это. Это просто кошмар. А как будет мир жить без вас вообще, представить? Слушай, это тоже, кстати, интересный вопрос. Я его тоже иногда задавал, мне так никто особенно не смог... А как мы раньше жили без Android? Вот ответь мне. Как мы раньше жили без Android? Ну, херово, если честно. Ну, херово. Если у нас был Артек в лагере... У нас был Артек, не у нас. Не, у нас был. Не у вас. У нас. В Украине? Нет. Не у вас. У вас уже нету ничего. У нас был Артек в Советском Союзе. В каком Союзе? Вот так вот. Раз. И вот территория Российской Федерации, она взяла вот и еще провалилась, исчезла и схлопнулась. Вот ну нет России. Ни людей, ни территории. Вот нету и все. И все. Ну, вот так случилось. Представь. Ну, многие победители. Да. Что мир потеряет от этого? Да ничего. Начнут по-другому жить. Начнут ходить в туалеты, так же, как раньше ходили. Друг на друга какать. Вот так. В каменный век. Потом, лет через 300-400, это все заново войдется. Но уже не при тебе. Вот так. Ничего не понял. Почему? В смысле? Ну, по гороскопу. Потому что. Но нет России. Нет вот территории России. Нет. И людей этих нет. Завтра. Вот ну не стало всех. Да, да, да. Что мир, мир, что потеряет. Но не черное петро. Схлопнулось все. Мир, что потеряет. Что мир, мир такие. Боже, России нет. Что же мы теперь будем делать? Без чего? Да. Оказывается, теперь животные живут с людьми, а не люди с животными. Да? Педофилия у них уже началась. Людей, твоих детей будут. Вот что случится. Анархия случится. Вот что случится. В Испании случится анархия из-за того, что исчезнет Россия. Не в Испании, а во всем мире. Во всем мире случится анархия из-за того, что Россия исчезнет. Конечно. Почему? Уже это творится. Уже это творится. Ну потому что мы придерживаемся как бы отец, отец, мать, дедушка. У нас нету такого номер один, отец номер два. У нас нету ни зоофилии, там еще. У нас это карается законом. Так а Испания тут при чем? Какое вы имеете влияние на Испанию? Ну Испания такая проснулась, России нет. Они такие говорят, о боже, России нет. А потом такие. Ну пойдем спокать собак. Вот, вот видишь, Россия у них не стала. И все, они проснулись, они вчера проснулись и такие. Ну все, пойдем спокать животных. А что им мешало, когда есть Россия, это что-то им мешало? И твои ломки у него нет. Конечно. Конечно, приличия какие-то, приличия, там, рамки законов. Россия законы создает для Испании или что? Нет, не дает закон. Рамки приличия. Россия дает Испании рамки приличия? Ты думаешь, Испания оглядывается на то, что же скажет Россия? Что подумают русские? Она не оглядывается, она присматривается. Как у нас происходит. Материнский... Ты думаешь, Испания присматривается, как живет Тверь? Интересный собеседник. Мне даже интересно стало. А зачем им присматриваться, как живет Тверь? Какое им дело до этого? А при чем Тверь? А при чем тут Тверь? Я не знаю. Кострома. А Новосибирска. Ну, Кострома. А Новосибирска. Такие в Барселоне просыпаются, говорят, боже, а что подумают в Костроме про нас вообще? При чем Барселона? Я говорю, за всю площадь. Ты за города говоришь. Ну, в Испании просыпаются и думают, что будут про нас говорить в Костроме? В Испании и что делается в России? Не надо там Кострома или еще тут. Ты не бери за города. Бери полностью. Что за фигня? Что за чушь? В смысле? Какое дело Испании до того, что думает про них русские или Россия вся в целом? Зачем? Я к тому, что что Испания потеряет? Люди Испании думают, что думают русские. Люди Испании, если думаешь... Ты был когда-нибудь в Испании? Люди Германии думают. Люди Латвии думают. Ты думаешь, когда танк привезли? Куда там? В Эстонию привезли танк. Почему люди начали цветы нести? Ты тоже об этом не думал? То есть люди такие живут в Латвии и думают, боже, не стало России, что же мы теперь делать будем? А что они до этого делали? А цветы на танк несут, представляешь как? Почему так? Ответь на вопрос. То есть смотри, какая штука. Смотри, какая очень интересная. Я задаю этот вопрос часто людям. Но никто мне не может на него дать серьезный ответ. Серьезный. Ну типа смотри, дорогой мой. Если мне станет Россией... Если ты задаешь правильный вопрос, тебе дадут правильный ответ. Я задаю правильный вопрос. Если ты будешь сарказмом... Вообще никакого сарказма. Смотри, задаю серьезный вопрос. Что потеряет или приобретет, например, мир? Что произойдет с миром? Он что-то потеряет или приобретет? От того, что, например, в какой-то день не станет Россией. Ну исчезнет она. Ну, например, представь, что исчезнет Соединенные Штаты Америки, целая страна. Потеряет ли мир что-то? Да, потеряет. Многое. И можно перечислять. Да, много всего. Технологии. Да ничего не потерять. Индейцы обретут свободу, которую они ждали уже сколько лет. Наоборот, все будет плюс. Некоторые люди будут рады. А что произойдет с миром в реальности, кроме шуток, если исчезнет Россия? Ну, например. Африканцы перестанут кушать. Африканцы перестанут кушать. Почему? Потому что. Гуманитарная помощь откуда идет? А вы оказываете гуманитарную помощь в Африку, африканским странам? Конечно. Ты не знал об этом? Когда такое было в последний раз? Да вот сейчас хотя бы. Гуманитарный коридор. Гуманитарный коридор или гуманитарная помощь Африке? Гуманитарный коридор, гуманитарная помощь. Что так? Подожди, подожди. А что-то в твоем понятии гуманитарный коридор, это что означает? Ну, зерно вы куда вывозите? То есть Украина везет зерно в Африку, а русские до этого не позволяли это сделать, потому что... Но она не везет в Африку, она везет в другие страны. Потому что при помощи военных кораблей она блокировала поставки зерна. Теперь она с благословения разрешила, сделала гуманитарный коридор. И если России не будет, то гуманитарного коридора, получается, не будет, что ли? Ведь наоборот, тогда беспрепятственно Украина будет продавать зерно в Африку. И не будет никаких проблем. Не в Африку. В Америку, в Испанию и во Францию. Не в Африку. А при чем здесь тогда Африка? Ничего не понял тогда. Ну, потому что мы Африку, ну как, гуманитарную помощь оказываем. А это вы, оказывается, кормите Африку? Конечно. А какие страны? Нет. Какие страны вы кормите? Как долго? ЮАР, например, там. Вы ЮАР кормите? Блин, ты чего вообще? Что ты такое несешь? Не думал об этом. Что ты такое несешь? У тебя есть второй гаджет. Набери. Ты представляешь себе, как живет сегодня ЮАР? Конечно, представляю. Вот, вот у меня идет передача, дружище. Я почему тебе сказал, у меня идет передача. А тебе рассказывают это в телевизоре? Нет. Ну, это, машин географик. Вот. Машин географик. Рассказывай про то, как Россия кормит Африку. Гуманитарную помощь. Не кормит, а гуманитарную помощь предоставляет. Ого. Хорошо, окей. Давай я поставлю галочку такую. С очень большим. Молодец. Этим саркастическим. А еще что? А их там 56, кажется, в Африке. Вы кормите всю Африку, получается? Это ты сказал, это не я сказал. Ну, вы помогаете. Гуманитарная помощь всей Африке вы помогаете? Почти да. Понял. Хорошо, окей. А еще что мир потеряет, если не будет России? Вот Африка будет страдать без гуманитарной помощи от русских. Ну, пропадут такие страны, как Ливия. Многие страны пропадут. Какие? Ливия? А что с Ливией случится? Как? Захватят террористы ее. А сейчас Ливию не захватывают террористы? Потому что... Сирия, та же страна. Сирия. И что с ней произойдет? Война в ней будет? Конечно. А сейчас войны нет, потому что... Потому что пришел мирный контингент в Сирию. Все правильно. Башар Асад попросил о помощи. Так же, как Донецкий и Луганский. То же самое. Один в один. То смотри. То есть, если не будет России, то Башар Асад, его режим рухнет. В Ливии начнет беспорядок. То же самое было, как ты в Кадапе. То же самое будет. Понял. Ага. И что еще произойдет, если России не будет? Давай еще подумаем. Какие-то, возможно, товары исчезнут. Может быть, исчезнут какие-то технологии. Что пропадет? Конечно, исчезнут. Конечно. Ракеты, например, пропадут. Америка до сих пор на своих ракетах не выводит космонавтов. Она на российских ракетах вывозит космонавтов в космос. А-а-а. Американцы не смогут запускать людей в космос. Илон Маск разорится. Конечно. Понял. Молодец. Ого. Еще что? Какие-то еще есть, может, умные мысли? Истерков. Ну, блин. На вскидку тебе сразу не скажу. Давай подумаем. Еще у нас есть пару минут. На лишнем разговоре будет, я вспомню, я тебе скажу. Пару минут еще у нас есть. Я не готовился. Может, у тебя там есть заготовки готовые. Я прифигел немножко даже. Ну, почем, хоккей с мячом? Все это я знаю, дружище. Я тебя не раз видел. Отлично. Я прям немножко прифигел, если честно. Вот это расклад по геополитике. Ну, как-то так. Возможно, ты знаешь, какие цели у этой спецоперации. Какие были год назад поставлены цели. Все эти были обозначены еще в начале спецоперации. Да. И какие-то можно сделать выводы. Какая? Ну, денофикация. Денофикация? И что денофикация? Ну, у вас разоружить вашу армию. А что такое вообще в целом? Денофикация? Это что такое денофикация? Денофикация. Что это означает? Ну, разоружить вашу армию. Ага. Чтобы у вас не было оружия своего. Так вроде же стало значительно больше в разы, чем было до начала. Ну, это ж не ваше оружие. Это оружие европейское. Не ваше. Да, еще более круче, чем советское старое. Конечно. Ну, да. Так, значит, наоборот, как бы отрицательный рост выполнения задачи. Ну, теперь вторая задача идет. Какая? Денофикация вашего общества. Демилитаризация, денофикация вашего общества. А как денофикация общества происходит? Как это? Как это? Ну, на 6 часов садишь и слушаешь гимн России. Вот так. Грубо говоря. Это я тебя грубо говоря сказал. Ага, я тебя понял. Учите, кто такой Кашевой. Кто такой Кашевой? Зоя Космодемьянская. Кашевой? Подожди, Кашевой это дело. Я знаю Кашевой. Я с ним в КВ он играл вместе. А, я понял. И вместе в топ. А Зоя Космодемьянская это та, которая сжигала людям хаты? Да. Вместе с нацистами. Все правильно. Нет. Как раз без нацистов. Да. Вот ее как раз взяли, когда она спалила нацистов. Нет, как раз нет. А кто ее взял? Да. О, о, о. Упа. Молодец. Нет, ее местные жители сдали. Молодец. Нет. Ну. Ты же почитай. Это же интересная, интересная, кстати, история. О, 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 о. Молодец. Ты со мной. Причем здесь бандеровцы к Зое Космодемьянскому никакого отношения не имеют? Упа. Дружище. Упа. Это астро-венгерские были. Во. А при чем здесь Зоя Космодемьянская? Где она воевала? Где ее расстреляли? Где ее взяли? Кто ее взял? Давай за почитаем. Это же интересно. Упа. Украинская. Давай. Давай. Да это же интересно. Смотри. Давай. Зоя Космодемьянская. Давай. Смотри. Олег Кашевой можешь. Леня Голиков. Можешь это все посмотреть. Ее забросили в Московскую область, в деревню Петрищево. Причем здесь Упа. В Московскую область? Она в Московской области сжигала дома. В деревне Петрищево. Зачем она там сжигала дома? А кто там стояли? Кто там стояли в Московской области? Какие войска? Астровенгерские? Немцы там были. Ты обобщаешь немцев. Обобщаешь. Там стояла голубая дивизия испанская. Да? В Подмосковье? Поляки стояли. Кто там еще стоял? Ты обобщаешь немцев. О, сейчас столько всего интересного. Это были добровольцы. Поляки были. Так же как на докладе. Азов. То же самое. Поляки были. Поляки сражались на стороне Гитлера. Конечно. А ты что, не знала бы этого? Об Московье. Конечно. Ты не знала бы этого. Боже, как все. Нельзя, подожди. Ох, как все интересно. Так, подожди. Смотри. Зоя Космодемьянская получила приказ сжигать дома местных жителей. Тактика называлась тактика выжженной земли. Нет, подожди. Ты договаривай правильно. Ты договаривай правильно. Вместе с нацистами. В приказе было не так. Приказ был сжигать, сжигать дома местных жителей для того, чтобы тактика выжженной земли, чтобы не было возможности оккупировать, оккупационным властям, оккупационной армии. Чтобы они не грелись. Не было бы где размещаться. Чтобы они не грелись в домах. Поэтому она. Ее забросили в тыл вместе с другими красноармейцами, молодыми корсомольцами. Ее туда забросили. Красная гвардия. Чипал. Причем здесь красная гвардия. Молодая гвардия. Ты путаешь, Фадеева. Как это причем? Ты путаешь молодую и красную. Это разные вещи. Смотри. Их забросили туда в Подмосковье. И они сожгли несколько домов местных жителей, в которых немцев не было. Но задача не была сжигать немцев в домах. А задача была сжигать деревню. Просто чтобы деревни не было. Они ушли. Ну то же самое, что происходит сейчас. Так ее сдали местные жители. Ее поймали. И били местные жители этого села в Подмосковье. За то, что она оставила людей без... Это история. Посчитай. Это кто тебе такое сказал? Это кто тебе такое сказал? Даже советские пропагандисты и советские историки про это говорили, осуждая местных жителей. Кто тебе такое сказал? Да ты почитай же историю. Это же интересно. Потом даже был суд. Архивы открой. А даже в архивах это есть. Архивы открой. Местные жители. Потом был суд. И даже были осуждены эти местные жители, которые ее сдали. И повесили их где? На какой площади? На какой площади? Я у тебя спрашиваю. На какой площади? Как все печально. Так при чем здесь Зоя Космодемьянская? Зачем мне, украинцу, изучать историю, как ваша комсомолка сжигала дома в Подмосковье? Я к этому какое отношение имею? Никакого. Мне насрать на ваших комсомолцев и комсомолков. Нам тоже сжигала вместе с бандерами. И все. Ох, как все весело. Хорошо. Слушай, и последний вопрос. Я его тоже задаю часто. Мне очень интересно. Действительно интересно. Представь, что мы с тобой... Ну тоже гипотетическая ситуация. Ну как будто бы. Понарошку. По кабутке. Мы с тобой на переговорах. Вот переговорный процесс между русскими и украинцами. Вот мы сели за стол переговоров. Я у тебя спрашиваю. Чего вы от нас хотите? Какие у вас требования? А ты мне их сформулируешь? Ну по-простому. Без вот этого. Без... Ну ты понял. Без политики. Ну как ты считаешь? Как у тебя в душе есть? Чего вы от нас хотите? Какие требования у вас к нам? Требования? Да. Оставляете русскую землю. Уходите туда. Три области. Чернигов, Львов, Западенск. В Польшу, короче. И все. Русскую землю оставляете. И все. Больше нам ничего не надо. Вот так. Что понять? Львовская область остается? Черниговская? Черниговская. А Черниговская при чем здесь? И еще одна какая? На выбор. Любую. Запор... Не, ой. Запорожье, блядь. Закарпатье. Западная Украина. Туда ближе к Польше, короче. Все, что было полякам, принадлежало. Вот то все забирайте. Все. То не наше. А где у вас все заканчивается? Киев это тоже русский город, да? Нет, нет. У нас даже купчая есть, дружище. Конечно, русский город. Понял. Ты не знал об этом? А туда дальше? Полтава тоже русский город. Конечно. А в ту сторону? Там еще Петр Первый был. А, Петр Первый еще был. Конечно. Одесса, Днепр, Харьков. Все это русская земля. Это все русские города, конечно. А зачем они вам нужны? В смысле зачем? Это наши люди там живут. А, вы считаете, что это ваши люди там живут и вас там ждут? Конечно. Люди нас ждут. Уже пишут, звонят, наклеивают русские. Приходите скорее, спасите нас. Понял. Тебя понял. В принципе, все вопросы. У тебя какие-то вопросы ко мне? Я тебя, в принципе, понял. Хорошо. У меня есть вопрос к тебе. Как вы будете выбираться из этой ситуации? Когда у вас демография, экономика. Как будем выбираться? Выбираться, в принципе, нам довольно будет сложно. Затруднительно. Ты меня не будешь перебивать сейчас, правильно? Хорошо, давай. Хорошо, все отлично. Смотри. Выбираться из этой ситуации нам будет затруднительно. Самое главное для начала это понять, как устроены соседи у нас. Потому что самая главная наша проблема, несмотря на то, что многие, вот очень многие считают, что проблемы, внутренние проблемы в Украине, они важнее, чем внешние. Но это не так. Нам разобраться сначала с русскими, с соседями. Для этого важно понять, как они устроены, о чем они думают, как у них устроены мозги, как у них устроены требования, чего они в целом от нас хотят. Смогут ли они в этих требованиях как-то даже изъясниться, высказать их нам? Или нам приходится догадываться? Когда мы смотрим чат-рулетку, вот диалоги такие с русскими, обыкновенными русскими простыми людьми, мы начинаем понимать тогда, осознавать, чего они от нас хотят. И в целом здесь такое место для компромисса, понимаешь? Как говорила Голдомер, они хотят нас уничтожить, а мы хотим жить. Где тут найти место для компромисса, понять сложно. Поэтому для начала нам нужно выстоять против российского государства, против этого русского народа, который хочет нас захватить. Наша задача выстоять, удержаться. И вот с этой задачей мы пока справляемся. И опять же, если честно, откровенно, не то чтобы мы справляемся прямо идеально, идеально, но справляемся. Хотелось бы лучше. Для того, чтобы нам выстоять, нам нужно выстраивать хорошие внешние отношения, дружественные отношения с коалицией, с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, для того, чтобы они нам помогали. Потому что в одиночку мы не выстоим. Вас слишком много, вы слишком глупы и агрессивны. Очень слишком, прям чересчур. А Соединенные Штаты, Канада, Япония, Европейский Союз, они в целом могут нам помочь, у них есть чем? Деньгами, финансами и вооружением. Если все будет продолжаться, так как оно продолжается, будут наращивать поставки вооружений, мы сможем освободить все оккупированные территории. Как нам дальше карта попрет, не попрет, сможем ли мы устоять, удержаться здесь? Вот будем посмотреть, это наша огромная задача. Освободить все оккупированные территории и удерживать их. В этот момент нам нужно все усилия направить на дипломатический фронт, на то, чтобы изнутри Рашку разваливать, чтобы она как тюрьма народов, как в свое время большая Российская империя, потом Советский Союз, чтобы она развалилась. И здесь наши интересы, к сожалению, не совпадают с интересами США. США боятся неконтролируемого распада. Они боятся, что они в этот момент не смогут контролировать ядерное оружие у русских. Мы считаем, что неконтролируемый распад, в принципе, все равно лучше, чем вообще какая-то стабилизационная, стабильная обстановка ситуации. Там смена режима, например. Американцы рассматривают как одну из ставок. Они рассматривают смену режима, например, Путина на какого-нибудь условного Навального. Условного. Не обязательно самого Навального, но условного какого-то либерала. Не перебивай, я еще не закончил. И вот если американцы на это делают ставки, то мы, явно понимая, как устроены русские, явно с ними наобщавшись в чат-рулетке, понимаем, что это бесполезная херня. Навальный и условный Навальный, и реальный, он такой же точный имперец, как и Путин. Только более мягкий такой, более хитрожопый. Вот и все. Разницы при этом никакой. Поэтому даже неконтролируемый развал Рашки для нас будет лучше, чем стабилизационная какая-то вот такая ситуация, стабильная ситуация, стабилизационный какой-то план. Типа стабилизировать обстановку после развала режима. После того, как Путин, ну или убьют его, или посадят в конце концов. Что там с ним произойдет, в принципе, не важно. Вот и все. То есть у них задача контролировать ядерное оружие, но это их задача. Наша задача удержать рубежи к этому моменту, пока там они их не задают, не договорятся. Простая эта задача? Нет. Сложная. Выполнить ее реально? Реально. Легко ли и просто нам будет? Нет. Нелегко, непросто нам не будет. Это годы, сложные десятилетия, поэтому нужно готовиться к этому и наращивать себе силы, и наращивать в первую очередь информационную броню, чтобы понимать, как устроены русские, как устроено русское государство. Для этого нужно общаться периодически с ними в чат-рулетке. Понял? Ну ты понимаешь. Все, ты все сказал? Да. Ну, теперь я скажу. Давай. Ну, смотри. Пиши, заходи в комментарии, напиши все, что ты считаешь нужным потом. Люди почитают, возможно, с тобой поспорят. В принципе, все твои умные мысли, которые у тебя были, мы уже исчерпали. Если у тебя есть желание что-то добавить, дополнить, приходишь в комментарии, пишешь, люди там с тобой пообщаются. В принципе, все. На этом время твое закончилось. У тебя были все шансы. А все, что вы думаете, согласны вы или не согласны, напишите в комментариях. Я читаю практически все комменты. А там же, возможно, придет этот очень умный геополитик, который попался. Редко попадаются такие умные геополитики. Бывает же так в голове насрано. Это ж мама дорогая. Андрей, на вашу думку, чему Арахамия почао говорят из-за коррупции на Месцевой Риме? Потому что мы его дожали вместе с вами, благодаря вам в том числе. Дожали их. Но при этом они хотят воспользоваться еще этой проблемой для того, чтобы у местного самоуправления убрать, забрать определенные права. Это тоже нужно будет контролировать. Нужно сделать так, чтобы права у местного самоуправления остались, и деньги бы на местах остались. Но чтобы деньги на местах распределялись бы справедливо в сторону вооруженных сил Украины сегодня. Потому что это первоочередная задача, приоритет номер один. А не так, чтобы сегодня центральная власть забрала бы и сама бы покупала дроны по вот таким ценам. Знаем мы вас, ребята. Резникову большой привет. В курсе мы про ваши схемы. Скорее всего, что они захотят забрать деньги из местных бюджетов в центральный, для того, чтобы покупать оптом дроны, мавики, вот это вот все там, пикапы массово. Но только с огромными откатами. И вот нужно сегодня бить туда, чтобы они не забирали деньги, а чтобы перенаправлять местные бюджеты. А не воровать их, понимаете? Потому что все про это говорят, видите? Приведет ли вся эта шумиха к сворачиванию, децентрализации? Надо этого избежать, надо сделать так, чтобы этого не было. Потому что под шумок они, конечно же, будут сворачивать децентрализацию. Нельзя делать во время митинга, какие способы решения есть, чтобы взять власть из-за яички? Соцсети. Общественное мнение сегодня и комментарии ваши, и посты, и в фейсбуках, и в телеграммах, и ваши комменты в чате, в телеграмме. В очередной раз рекламирую свой телеграмм. Пожалуйста, модератор, напишите, подписывайтесь. Чат играет огромное значение. В чате люди общаются. Полковники приходят в чат общаться. И я знаю, что читают чат. Практически все народные депутаты, хотя бы так пролистывая, чтобы понять, как общество сегодня настроено, какое-то состояние, потом делают выводы определенные. Поэтому ваше давление общественное есть. Выходить сегодня на улицу запрещено. Закон не позволяет собирать митинги, акции протеста. А общество сегодня кипит. Надо это кипение высказывать, как минимум, в соцсетях. Давай ретку с украинцами. Не будет. Это будет страшная демотивация, в принципе, для всех. Не будет чат улетки с украинцами. Не будет. Вы разочаруетесь, вы будете плакать. Я делал чат улетку для себя с украинцами. Поверьте. И я плакал. Вопрос. Почему вы против международного разглашения работы ТЦК и операции Бусик? В сегодняшнем стреме я виноват Луганский. Да, Луганский вообще виноват. Я не против международного разглашения. Я говорю о том, что, в принципе, всем вокруг наплевать на то, что происходит в Украине. Это наш общественный договор. Если общество позволяет с собой так обращаться, если гражданские позволяют военным с собой так обращаться, если операция Бусик это норма, если политики молчат и закрывают на это глаза, делают вид, что ее не существует этой проблемы. Ну, так, значит, украинцы договорились. Зачем англичанам влиять на нас, если мы сами не можем на себя повлиять? Англичане нам помогают. Но помогать нам решать внутренние наши вопросы, это наше внутреннее дело. Поэтому им плевать на то, что происходит. Им все равно. Но какое дело англичанам или бельгийцам на операцию Бусик? Ну, типа, да это же ваше внутреннее дело. Какое вам дело до того, когда во время пандемии в Индии людей палками били, чтобы они на улицу не выходили? Прям палками, буквально палками, длинными палками прям лупили. Вы эти видосики посмотрели и все? Или вы каким-то образом хотели бы повлиять на внутреннюю ситуацию в Индии, чтобы полицейские не били людей палками, дубинками по голове? Какое нам дело до этого? Это их индийское дело. Индусы сами разберутся, кто кого бьет палками по голове. Может так и надо у них, а тут мы не знаем. Поэтому я не против. Я просто считаю, что это бесполезно. Их это не касается. Ну и правильно их это не касается. Это наше внутриукраинское дело. Мы это дело и должны самостоятельно решать. Люди, видите, все пишут одно и то же. Внезапная борьба с распилами, это пыль в глаза. Вчера выделили 500 миллионов на музей, а завтра выделят 500 миллионов на дроны. А поставщики будут те же самые, что и для яиц, для Министерства обороны. Будут поставщики для дронов. Я с вами согласен. Я тоже так думаю. Богдан, мы с вами тут в этом плане. Легко это прогнозируется. Абсолютно легко. Снова виноват Луганский. Это да. Что бы ни случилось, спросите у всех блогеров. Кто виноват? Луганский виноват. А в чем конкретно? В чем конкретно, я не помню. Но такое ощущение, что виноват он всегда. Сколько валерьянки потребны выпадать? Еще бы стрим до конца додавать. Я эти стримы нарезаю, потом кусочками выставляю в телеграм-канале Андрея Луганский без цензуры. Другой телеграм-канал. Поэтому, в принципе, можете потом посмотреть кусочками, если вас интересуют какие-то конкретные темы. Андрей, как вы думаете, что сподвигло представителей оппозиции в листе Герасченко и Гончаренко начать замечать распилы и марнотранства бюджетов местных громад? Почему это произошло именно сейчас? Градус накала стал слишком заметен? Или Петр Алексеевич понял и позиция Страуса загонит в политическую могилу европейскую солидарность? Да. Отвечаю. Позиция Страуса загонит в политическую могилу европейскую солидарность? Да. Я про это говорил давно и повторяю. Да. Вы абсолютно правы. Отвечаю на первую часть вопроса вашего. Почему вдруг неожиданно сегодня? Потому что общественный резонанс такой поднялся. И мы с вами, я не преувеличиваю свое значение в информационном поле, ну и не преуменьшая его в том числе. В том числе мы с вами подняли общественный резонанс серьезного характера. И теперь власти не могут на это не обращать внимания. Оппозиция не может сегодня тоже не обращать внимания, потому что потеряет тогда значение оппозиционности. Они же такие, даже Арахамия по этому поводу высказался. И мы будем с этим бороться. Правильно. Да лой это марнотранство. Правильно все говорят. Чего вы полтора года молчали? Хрен его знает, не знаю. Проступильный договор сложно. Мне сейчас сложно. Это я как-то в другой раз отвечу вам. Почему вот раз Терненко не подпухивает Притуле? Шестое чувство. Вы не настраиваете общество против волонтеров. К сожалению, многие волонтеры, включая Сергея Притула и Терненко, включая их, они сегодня так или иначе политически ангажированы. Вы же это понимаете, это понимают все. К сожалению. Но так устроено сегодня политическое общество. И, к сожалению, есть определенный договор между ними и властями, что то же самое, лодку не раскачивают. Однако ситуация такая, если не покачать лодку и не привлечь внимание тех, кто там рулит, и тех, кто на веслах, что у нас дыра на корме, утонуть можем. Я в очередной раз обращаюсь к зрителям. Не настраивайте общество против волонтеров, против Терненко, против Притула. Они делают хорошее дело. Помогать им нужно. Потому что эта помощь вооруженным силам сегодня это приоритетная задача. Но и с их стороны молчать, делать вид, что проблем нет, тоже как-то, знаете, ну, как минимум подлиннько. Люди-то им доверяют. А они такой, типа, я такого не слышал, такого не знаю. А за неудобные вопросы в чате банят. Мавитон. Все, видите, все пишут. Все вопросы одни и те же. Будут пилить на бюджетах деньги? На бюджетах, на мавиках, на покупках? Будут. И вы так думаете, я так. Будут, конечно. Но мы не знаем, на что страну всю жизнь тут жили. Продолжение следует...